Русские, американцы и канадцы. Всего 42 голоса. Такого интернационального хора в Покровском храме еще не слышали. Это последняя репетиция перед записью пластинки. Показать, как музыка Чезнакова должна звучать, особенно в Америке, где ее исполняют, я бы сказал, правильно, по нотам, но не в смысле молитвенности. Так что мы надеемся достигнуть этого высокого уровня, с тем, чтобы это был экземпляр, можно сказать, экземпляр такого пения. Владимир Горбик руководит самым большим мужским хором в России. Работает не только на родине, но и в Америке и Австралии. Там его альбомы хорошо продаются. Кто будет петь на записи очередного, дирижер выбирал сам. Американских певцов, как мне выбрать, а не за океаном? Они присылали мне записи на айфон или другую технику. И присылают мне. И я отсеял целый ряд певцов. То есть был конкурс. Вот московских певцов, допустим, я знал, там особого конкурса не нужно было устраивать, я просто знал, к кому обратиться. Немножко переживал за саратовских певцов, потому что я их не знаю. Вместо студии звукозаписи – здание семинарии. Здесь хорошая акустика и много места. Пока в большом зале поет хор, за стеной сидят звукорежиссеры. Специально для этой записи пригласили обладателя премии Грэмми Блентона Олспоу. Я думаю, этот диск будет интересен огромной аудитории. Все, кто интересуется духовной музыкой, если более шире – хоровой музыкой. Ну и, разумеется, альбом будет востребован среди русского населения, потому что это церковное песнопение. Теперь, как говорят музыканты, начнется самый сложный процесс. На так называемое сведение треков, то есть обработку записанного, уйдет полгода. А потом альбом с записью интернационального хора появится в продаже. Роман Базан, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив. Роман Буланов, Новости, Телеобъектив.